Хорошо. Сегодня мы будем проходить пятнадцатую главу. Пятнадцатая глава достаточно короткая, поэтому мы немножечко зацепим и шестнадцатую главу. Вот у нас сегодня будет такой вот план. Давайте мы сначала прочитаем текст и знакомимся с текстом пятнадцатой главы. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют им песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят? Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». «И после сего я взглянул, и вот, отверстся храм Скинии и свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв, семи ангелов». Такая вот глава короткая, восемь стихов всего. Все, кто слушал, проходил предыдущие главы, в принципе, новых образов у нас особо нет, за исключением, возможно, стеклянного моря, вот этого смешанного с огнем, да? То есть мы все эти образы уже раскрывали, поэтому сегодня мы так быстро по этой главе пройдемся и напомним, вспомним те образы, где что скрывалось и где мы это уже проходили. Первый стих говорит нам о том, «И увидел я иное знамение на небе». То есть речь идет о каком-то видении, которое находится вот в этом вот духовном мире, которое называется в Библии небо. Иоанн видит вот это вот видение. Это знамение написано, то есть знамение, у него есть какая-то информация, которое, каждое знамение, оно направлено на то, чтобы донести до нас какую-то информацию, что-то показать. То есть это что-то такое, что открывается Иоанну для того, чтобы он это передал. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. То есть в предыдущих главах мы видели, что Бог уже много, что посылал на землю, свой гнев, да, то есть уже были наказания, уже были там и землетрясения, то, что говорилось, и всякие разные наказания для людей. То есть этими язвами, семи последними язвами заканчивается ярость Божия. Семь ангелов мы уже тоже смотрели, проходили. Семь духов Божьих, которые выступают также в образе семи глаз, которые на Агнце и так далее. То есть семь Божьих духов, через которых управляет Иисус Христос всем вот этим процессом. Великое чудное знамение. Итак, знамение происходит на небе, ярость Бога оканчивается именно этими семью язвами, семь ангелов и семь язв, и мы увидим, что опять рисуется картина вот этой вот небесной скинии, которую мы уже проходили в начале еще книги Откровений, начиная с третьей, четвертой и пятой главы. То есть смотрите, пятый стих. «После сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов». То есть говорится о скинии, все это проходит на небе, оттуда выходят вот эти вот семь ангелов с семью язвами. Шестой стих, я немножко забегаю вперед. «Ангелы обличены в чистую светлую льняную одежду, а поясные паперсян золотыми поясами». Образ этой одежды мы многократно вообще видим в Ветхом Завете. Суть – это ефот священника, да, то есть одежда для священника. Всегда символизируется с льняными одеждами. В Ветхом Завете многократно где при видении ангела люди видели его в светлых одеждах, в льняных одеждах, то есть по-разному это описывается. Ну, как правило, вот в таком вот виде, а поясные поясами. Ирин, подожди, я занят. Вот. Дальше. Второй стих, вот он очень интересен. Смотрите. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие зверя, и образ, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море». То есть мы видим картинку. Море, на нем стоят те, кто победил. Где еще в Библии вы помните, ну, вот такую вот, скажем, картинку, когда кто-то стоял и не тонул на море? Помните где-нибудь? «Иисус Христос шел как-то по морю, да, Евангелие от Матфея, если 14 главу мы посмотрим, шел по морю». Вообще говоря, мы уже говорили, что образ моря, за ним скрываются народы, мир, да, вот этот вот мир, в котором мы живем. Из моря из этого выходит зверь, да, море вообще многократно, не будем опять возвращаться к этому образу, многократно используется в виде того, что это море, народы различные, языки, племена и так далее. Здесь это море, оно уже смешанное с огнем, то есть какой-то огонь символ гнева всегда, да, то есть уже этот мир, он в огне, но на нем стоят и на нем не тонут в этом море те, которые победили зверя, образ его начертания, число имени. Скажите, как вы думаете, чем они победили, как они победили? Никто не хочет включить микрофон и сказать? Хочу, только не знаю, включила, нет? Вот сейчас включили, да, Елена, говорите. А, нет, да? В 12 главе говорится о том, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства. Кровью Агнца, словом свидетельства своего, да. То есть они не отступили от того, во что верили. В 13 главе, в 14 главе мы встречаем такие стихи, которые, как здесь терпение, да, и вера святых. То есть там происходят ужасные события, гонения на христиан конкретные, то есть на святых людей. Всех заставляют поклоняться вот этому вот зверю, да, мы уже говорили о том, что за этим зверем скрывается царство человеческое большое, да. То есть, но они остаются тверды в вере. То есть они побеждают в первую очередь верой. Помните точно такой же сценарий и в 14 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус идет по морю и не тонет, потому что в Иисусе есть вера, да. А почему Петр начал тонуть, когда... Что ему Христос сказал, когда он попробовал пойти тоже по морю? Мы сегодня немножечко разговаривали перед уроком с Андреем на эту тему. Когда Петр сказал Иисусу, что могу ли я тоже к тебе пойти, Иисус говорит, иди, иди тоже по морю. И Петр пошел-пошел, но начал тонуть. И Иисус ему на это ответил, что... Кто помнит? Чего не хватило Петру? Веры, вера. Веры не хватило, да. То есть вот эта вот вера, она позволяет нам ходить по этому миру и не тонуть в нем. Понимаете? Вот такая вот символика. Здесь, смотрите, вот это стеклянное море, смешанное с огнем, но победившие звери образы, они не приняли это начертание, они не преклонились перед этим, да. То есть они стоят на этом море. Они могут устоять в вере. И смотрите, чем они еще занимаются. Они держат гусли Божии и поют, третий стих, песнь Моисея, раба Божия и песнь Агнца. Вот из этого третьего стиха очень-очень четко видно, что рано или поздно вот эти вот два, скажем так, завета, новый и старый, Моисея, завет, который мы называем Ветхий Завет и новый Завет, который мы называем Христианство. То есть когда-то это вот, оно объединится. Песнь Моисея, возможно, речь идет о песне, которая есть в исходе 15 главе, описана одна из песней. Давайте мы тоже ее прочитаем. Вообще говоря, Божий народ в Библии несколько раз после каких-либо побед, после каких-либо, он поет вот, ну, какую-то песню, да. Вот в книге «Исход» начинается это с 14 главы, самой последней стиха. Ну, мы сейчас прочитаем. «И народ поет победные песни». Вот смотрите, 14 глава, я начну с самого последнего стиха. Или давайте с 30 стиха я лучше начну. «Происходит великое чудо. Бог проводит свой народ израильский через море, как по суше». То есть проходят они через это море, море не может их затопить. 30 стих начинается. «Избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы, египтян, мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которой явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песню сию, и говорили». И вот 15 глава, это песня. Давайте мы ее тоже прочитаем. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой. И прославлю Его, Бог отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, Егова имя Ему. Колесницы фараона и войско Его вернул Он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты не зложил восставших против Тебя, и послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего раступились воды, влага стала, как стена, а густели пучины в сердце море. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты думал духом Твоим и покрыла их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоей народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоей в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистинских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавицких, уныли все жители Ханаана, да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе приходит народ Твой, Господи, доколе приходит сей народ, который Ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и вечность. Ну и так далее. То есть вот песнь, которую народ поет после того, как побеждает Бог египетское войско. Когда мы будем, если бы у нас проходить когда-либо книгу Исход, то мы посмотрим все эти образы, которые скрываются за всеми этими событиями, как Бог ведет людей через подобные проблемы, и что это символизирует в том числе и в нашей жизни. Сейчас мы пока возвращаемся в 15 главу Откровения. То есть здесь мы тоже видим, что происходили ужасные испытания, проблемы, гонения и так далее. «Но народ победил», второй стих, да, «и победившие звери, и образ его начертания, и его число имени стоят на этом море». Вот они поют, соответственно, песню прославления. Здесь эта песня уже не только Моисея, но и Агнца. То есть я в этом усматриваю, не знаю, как вы, но вот это вот единение, скажем, того, чего не хватает сейчас иудаизму с христианством. То есть один народ будет Божий, да? Здесь, как песня звучит, «Великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». То есть из этой песни мы узнаем, что люди не признают другого царя, то есть царь святых называется, да? То есть они суть святые, царь святых, сам Господь. Не признают никакого другого Господа над собой, прославляют имя Его, только Его, только перед Ним преклоняются. Да, все народы причем придут и преклонятся пред Тобою. Поют они в этой песне. Хорошо. После сего я взглянул, вот отверстся храм Скинии, свидетельство на небе. Очень интересное слово, ну вот, я не знаю, мне лично даже не совсем может быть понятное. То есть здесь называется Скиния свидетельства, да? То есть эта Скиния, она каким-то образом подтверждает, свидетельствует какую, ну что-либо, какую-либо информацию. То есть почему она здесь так названа, ну я пока еще до конца не знаю. Но тем не менее, мы уже проходили в предыдущих главах, вот вся вот эта вот картинка, четыре животных, престол, жертвы, никто даже все это описывает Скинию, которая находится на небе, да? В Ветхом Завете есть прообраз, который должны были люди строить на земле, по образу того, что есть на небе. Одно из животных, то есть всего четыре животных, мы уже говорили о них, разбирали их образ, что это у нас херувимы, да? Что скрывается конкретно за образами четырех животных? Ну если вот так вот современным языком назвать, мы не знаем. То есть я, к сожалению, пока не могу что-то такое вот сказать конкретное. То, что это связано число четыре с четырьмя сторонами света, просто наверняка. Мы знаем, что на этих херувимов Бог перемещается по земле, да? Скажите, Елена, если у вас есть какая-то... Вот эти херувимы, мы же с вами тоже проходили. Это четыре животных, вот эти херувимы, они носители славы Божьей. Носители славы Божьей. Да, 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 говорите. Везде, где бы Господь Бог, Отец, не появлялся, везде, пророки описывают его именно вот таким вот. Да. Что животные, колеса. Колеса, да. Слава, да, вот это вот переливающееся что-то необыкновенное, небесное, кристальное. Там идет описание Божьей вот этой колесницы, да? То есть под каждым из херувимов находятся вот колеса, которые перемещают, да, вот это вот... Мы понимаем, что Бог есть Дух, да, и Он как бы, ну вот если так говорить, то есть Он не ездит там на колеснице или еще что-либо. То есть это символизирует что-то. Что именно символизирует? Это символизирует, но мы же видим, что и Даниил видит такую, и Иоанн видит. И Иезекииль видит. И Иезекииль видит, да. Может быть нереально. Вот они, вот три пророка, вот может быть кто-то еще, явно видят и один к одному описывает. Ну и Иезекииль описывает, и описывается в книге Откровений. Вот. Книга Откровений берет образы из книги Иезекииля и описывает ими те же самые события духовные. Это невидимые события. Ангелы суть плоти не имеют, то есть плоти никакой нет. То есть потрогать нельзя, пощупать. Но в них, за этими образами скрывается какой-то смысл явно совершенно. Мне кажется, что четыре, цифра четыре, да, то есть вот почему четыре животных и почему вот такая вот колесница. То есть для перемещения на все четыре стороны света. то есть мне кажется, что связано вот с этим. Семь, число полноты, глаз как бы там и всего того, что наполняет как бы землю, поэтому семь ангелов. Мы не можем, не могу дать точную совершенно вот трактовку, точное совершенно толкование на то, что именно вот эти животные значат. То есть какое-то, что-то большое, что-то очень серьезное, о чем передвигается Божья слава по всей земле. Как именно, не знаю, честно скажете. Вот смотрите, одно из этих четырех животных дает семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущему во веки веков. Вы помните, что животные, вот как колесница с этого стороны, четыре животных под каждым колесом, а внизу под ними, между ними, находится жертвенник с огнем, да, в которых вот и находится этот гнев Божий. Видимо, оттуда наполняются эти семь золотых чаш и передаются ангелам. То есть опять же, что золотые чаши, что животные, что семь ангелов и так далее, все это символика. Это в физическом мире нету этому, это нельзя потрогать. То есть если мы говорим, что семь золотых чаш, не знаешь, что там такие чаши, там из золота действительно сделаны. Но за этим что-то скрывается. Вадим, пожалуйста, да? Да, говорите, Елена. А вот скиния свидетельства, вот это же, где храм? Где храм? Потому что они построили пустыню. Вот это вот копию небесного. Да. Она так называется всегда и называлась всегда. А почему, вы говорите, не знаю вот точно. Нет, нет, я не знаю, почему именно скиния свидетельства. То есть говорится, скиния собрания, например. Но скиния свидетельства, это означает, что что-то свидетельствуется. Ну, сама скиния по себе свидетельствует о Иисусе Христе, о Боге, о Иисусе Христе. Возможно, да. Возможно, я думаю, что это свидетельствуется слава Божья. Да, тем более. Да, но может быть, свидетельствуется слово. Но оно связано с каким-то действием. Оно связано с каким-то священно действием, определенно, совершенно. Плюс есть еще ковчег завета, да? То есть там тоже находится определенное свидетельство. То есть сказать точно, почему называется скиния свидетельства, я не могу, потому что есть несколько вещей, которые свидетельствуются. Понимаете, да? То есть вот исключительно в этом. Вадим, вот эта вот литургия небесная, она прослеживается красной нитью по всему откровению. Посмотрите, начиная буквально с первой главы, где Иисус Христе уходит из книг, его одеяния, посмотрите, мы обращали внимание на его... Да, но тоже похоже, да. Это белые, вот эти вот льняные одежды с золотыми поясами. Кстати, на них нет ни кидара, ни эп, это как вы говорите. Это одежда первосвященника, которая одевается раз, вот именно первосвященника. Просто ефодом называлась не только одежда первосвященников, то есть, ну и просто священнослужителей, более такой, другой, проще ефод. Он тоже ефодом называется в Библии. Ну, здесь падир мы видим, вот в первой главе мы видим падир. Вот это льняная, такая из весона, из такой качественной шерсти, ну, не важно. Ну, не важно, да. Эта одежда одевается именно в первый, эта одежда одевается раз в грунт, когда идет очищение святилища. Это праздник... Это для первосвященника одежда. Первосвященника одежда тоже называется ефод. Она в некоторых местах называется ефод, а вот здесь вот называется, например, падир. Нет, ефод это другое. Это ефод, это с камнями двенадцати колен Израиля, такая пластина, которая вешается, типа жилетки, это ефод. Не, не, ефод это именно льняная одежда. А? Ефод это именно льняная одежда, а то, что вы говорите... Ну, ладно, бог с ним. Да. Мы потом посмотрим еще внимательно. Вот смотрите, первая глава, это Иисус Христос в ходе святой слепейника. Это слепейники у нас стоят по святой слепе. Потом он, восьмая глава идет, вот посмотрите, там уже протоколик, восьмая глава, он жертвенник курения, который стоит перед завесой там, святого святого святого. Потом мы его видим, когда в одиннадцатой главе мы читаем девятнадцатый стих, что отверглась на небеса и увидел, значит, Ковчег Завета. Этот Ковчег Завета может первосвященник видеть только тогда, когда заходится завесу в святая 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 Бухопадь. И сейчас мы видим, сейчас мы видим, что из храма вынесены вот эти вот чаши, животные, значит, там, наполняют гневом божьим, вот, и никто в этот храм не может пройти до тех, кто пока вот этот процесс излияния гнева не выведется на землю. Вот это вот мы должны видеть и увидеть, и очевидно это. То есть надо связывать вот именно со служением, которое, главное служение, которое идет на небесах. А уже его по земным событиям, которые отражаются, вот сейчас первая чаша выведет, а потом вторую чашу выведет, земные события, да, они это отражаются, а это уже второе степень. Изначально небесная степень. А потом оно проектируется на землю, вот в таких вот выливания гнева или там описания буквально конкретных земных событий. Ну, об этом-то и говорим, да. Да, то есть сейчас показывается картинка на небе, то есть знамение, видение идет, показывается вот этот вот процесс священнослужения. То есть внутри вот этой скинии свидетельства находятся семь ангелов, они потом выходят, получают золотые чаши с гневом, да. Храм наполняется дымом от славы Божией. Это тоже, опять же, мы видим этот образ многократно в Ветхом Завете. И смотрите, и никто не может войти в этот храм, доколе не окончились семь язв. То есть должно вот это вот священное действие небесное закончиться, сделаться, да, и тогда уже будет открыт вход в храм. Все то, что мы видим в 15 главе, говорится о небесных событиях, об вот этом вот священном действии. Что мы для себя можем вынести как бы из 15 главы, ну, совершенно четко, совершенно очевидно. Первое. Это то, что верующие люди, те, которые не преклонятся перед зверем, перед его образом и числом имени его, они будут победителями, в конце концов, несмотря на все их страдания, несмотря на все их проблемы. Это раз. Мы можем вынести идею того, что песнь Моисея и песнь Агнца все-таки говорит о том, что Израиль, то есть то, что мы сейчас говорим оудаизме, да, и Агнец, христианство, они когда-то сольются все-таки в одно. Скорее всего, ну, не могу сказать, что это прям на 100% мы можем из этого стиха взять, но я лично в этом стихе, в третьем усматриваю это совершенно очевидно. И мы видим, что будет какая-то, опять же, говорится о семи наказаниях, о семи чашах гнева. Когда говорится в Библии число 7, я сразу же начинаю думать о том, что это, возможно, не буквальная цифра, то есть это, возможно, какая-то полнота Божьего гнева. Семь всегда число полноты, число какого-то законченного цикла. То есть начинается Библия с Божественной недели, да, там, семь дней творений, и везде вот это вот число семь, оно говорится о какой-то вот символ полноты. Вот то, что как бы совершенно четко очевидно, что вот этими язвами еще, вот интересный момент, сейчас одну секунду, Елена, оканчивается Божья ярость. То есть это должно произойти, никто не может войти в храм до того, как это не окончится, этими вот семью язвами оканчивается ярость Бога. Да, говорите ли? Вот эти семь чашек, дальше шестнадцатая глава, они будут реальными событиями отражаться на Земле. Да, мы сейчас перейдем в шестнадцатую главу, посмотрим, да. Да, и причем каждое событие, каждое излияние чашек и семь разных событий. Вот семь излияния чашек и семь чашек. Ну да, здесь у нас, опять же, вот мы сейчас прочитаем. Это реальные, это реальные события. Физические. Ну это как бы, есть такое мнение, да. Почему есть? Вот гнойные раны на людях, имеющие начертание здоровья по планету. Давайте мы прочитаем шестнадцатую главу сейчас, да, то есть с пятнадцатой вот у нас, насколько можно было копнуть, мы вроде копнули, если есть у кого-то что-то добавить, добавляйте. Мы перейдем к шестнадцатой главе, сейчас мы ее прочитаем, то есть семь вот этих вот наказаний, семь язв. Давайте послушаем, посмотрим, о чем здесь говорится. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. То есть, опять же, смотрите, события происходят на небе пока что. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи, Боже, Вседержитель, истинный и праведный суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язвсих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, «И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И увидел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и день, великий день Бога Вседержителя. «Сей иду, как тать, блажен бодрствующийся, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели сормоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел выбил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Свершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Вот такие вот семь наказаний. Опять же, у нас есть для того, чтобы понять, о чем идет речь, два варианта. То есть, первый вариант, это попытаться представить, как эти события будут выглядеть физически. То есть, в физическом мире, каким образом будет падать, например, град, или происходить землетрясение, и так далее. Однако, вполне возможно, я не исключаю никак такой возможности, что нам говорится о сценарии об определенном, опять же, наказания людей, но не физически, а говорится опять же, образным языком о том, что будет происходить с людьми, насколько будет это все плохо, и так далее. То есть, когда выливаются семь чаш гнева на землю, навряд ли речь идет об обычных чашах, да, и что-то там вылилось. То есть, говорится, гнев выливается, это уже образ, чаши, образ, хорошо. Когда говорится о том, что сделаются жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющие образу его. Если мы думаем, что людям физически будет наноситься какое-то начертание, ну, это как бы, тогда, скорее всего, и физические гнойные раны, да, то есть, болячки конкретно, вот, на коже там, или еще что-либо. Вполне возможно, что используется, опять же, вот такой образный поэтический язык для того, чтобы описать страдания людей. То есть, что они будут отвратительные, что за гнойные раны. Возможно, что-то такое, что будет делать людей выглядящими некрасиво, которые будут болеть, да, сами страдать там от этих ран и так далее. В Библии есть несколько упоминаний о гнойных ранах. Ну, такого, чтобы вот прям точно далось какое-то толкование, то есть, нет, нельзя сказать совершенно четко. То же самое касается, например, третьего стиха, когда второй ангел выливает чашу свою в море, да, то есть, вся, и море становится, как кровь, как бы мертвеца. Все одушевленное в море умирает. С одной стороны, можно представить, как все океаны превращаются в кровь, и все умирает внутри, да, то есть, я не знаю, как это может быть. Бог, конечно, силен, делает чудеса, но вполне возможно... Да. Можно? Можно сказать? Да, говорите. Вот это откровение не поэтическое. Это пророческое. Да, пророческое. И, как говорится, это слова пророчества книги сей, и они обязательно исполнятся. И насчет крови, а из Египта, разве это не реальность была? Смотрите, пророческий язык, он использует образные выражения для того, чтобы доносить какую-то истину. Любая пророческая книга, она использует слова, описывающие какие-то физические объекты для того, чтобы объяснить события, которые происходят духовно. И здесь вполне... Не всегда. Не всегда. Но в большинстве случаев. Можно в большинстве. В большинстве. И в данном случае. В данном случае, да. Откуда мы знаем? Нам применять метод, скажем так, толкования буквальный или метод толкования аллегорический? То есть у нас всегда этот вопрос встает при разборе книги Откровений. Или-или. Там, где это буквально, понимать буквально, там, где это действительно образ, как звери, который не повредит нашему сознанию и ому и разуму, там действительно, там аллегория, там надо по-другому метод. Елена, а откуда вы знаете, что толковать буквально, а что толковать аллегорически? Вот нет уже красного флажка, который бы точно говорил. Вот здесь нужно применять такой метод, а здесь такой. Есть такой принцип, как толкование пророчеств, где говорится, что все пророчества толкуются буквально, только при условиях, если нет в этом пророчестве метафор, аллегорий, и нет вот этих прообразового языка, который может нарушить наше человеческое понимание. То есть, пророчества толковаться должны буквально, если нет этой буквы в слове. Если эти две условия, тогда действительно мы ищем духовный смысл, еще что-то. Ну, смотрите, если вы смотрели предыдущие 15 глав изучения, у нас почти в каждой главе, не почти, а в каждой главе, так или иначе, мы использовали метод аллегорического толкования. Потому что буквально, ну, оно как бы не подходит. Если книга Откровения написана образным языком, то я не вижу смысла отбрасывать вариант того, что мы можем в 16 главе предположить, что тоже используются образы. Понимаете? То есть, этот вариант толкования, его никак нельзя отбросить по одной простой причине, потому что вся книга Откровения написана образным языком. Ну, хорошо. Смотрите, это та же кровь, в которую превращаются рейки и прочее. Да. Ведь в Египте же это же реально было, и лягушки, и прочее, и та же кровь, и эти чудеса, и знамени. Смотрите. Берутся образы из книги Исход. То есть, совершенно очевидно, да, что здесь используются те же образы, что и для описания казни фараона. Там реальные были события в Египте. Оттуда берутся, повторяются на земле, претик, язвах, я говорю только о крови, ну вот в данном случае. Ну, давайте мы пока что попробуем просто представить, что может символизировать кровь, да, как бы мертвеца, и что может символизировать все одушевленное, когда умирает в море. Можно свое предположение? Давайте. Если мы видим, если мы видим в печати, и в чашах, в печати этой трубы, в которой начинается вот этот семилетний период, который описывает откровения, вот, мы там видим, что идет поражение одной третьей, одной четвертой части, или дерева, или суши, или морских обитателей, мы читали. И там тоже вода превращалась в кровь, а здесь уже при чашах поражается буквально все. Почему вы не допускаете эту реальность? А вот эту 15 главу, которую мы читали, посмотрите, кровь встать дом, они стоят на этом, это может, это не может символизировать то, что на земле творится вот это вот что-то невообразимо кровавое. И Христос сказал же, что я иду с возмездием, с для живущих. Я совершенно полностью согласен, что действительно будет твориться что-то невообразимо кровавое. Вот это вот, вот это совершенно четко, да. Потому что, когда мы говорим о том, что делается кровь, да все, удушевлено умирает и так далее, то мы говорим о каких-то событиях, где кто-то лишается жизни и проливает кровь. Но это как бы однозначно. Там, знаете как, вот, не только что кто-то, а Писание здесь уточняет это только те, которые не приняли на чертах. Давайте пойдем дальше, будем думать дальше. Потому что, я понимаю, это всегда очень сложно точно, совершенно истолковать тот или иной образ. То есть, где говорится о физических событиях, где говорится о духовных, где говорится о физических событиях духовным языком и так далее. Ну, я понимаю, я полностью с вами согласна, но нас лучше обращать на контекст. То есть, не просто вот так вот, говорит, говорит. А в этом периоде нужно говорить в контексте. Да. И мы понимаем, что вот эти семь чаш по Писаниям идут после печати и после труб. И мы понимаем, что не надо точку, отправную точку делать с одиннадцатой главы, когда прозвучалась лихая труба. Вот эти события, которые, и опять же, на время делаем остановку и очень такое внимание наше делать надо на время, которое указано, 42 месяца, это 1260 дней, это три с половиной года. До чего? То есть, вот, видеть в общем это и сидеть в контексте и во времени. О чем? Какое время это описывается? Для чего? Кто? Ну, в общем, недовольное. Привязывать к времени и к обстоятельствам, и к контексту стихов. Ну, слава Богу, так и нужно делать, но мы привязываем. Время сейчас это окончание гнева Божия, да, то есть вот этими семью язвами заканчивается Божий гнев. До этого ангела трубили, говорили о том, чтобы люди покаялись и так далее, да. То есть сейчас речь уже идет. И ничего хорошего, и ничего хорошего на этой земле, когда гнев изливается, это все, все. Единственное, только вот. Призвал Иисуса Христа, спасся, тебя тут же убили. Да, но здесь, опять же, здесь был шанс всегда у людей покаяться, да. То есть мы читаем об этом, что вот, например, одиннадцатый стих, хулили Бога небесного от страданий своих ясвих и не раскаялись в делах своих. То есть у людей был шанс раскаяться-то. То есть здесь идет уже, ну, такое конкретное наказание. После того, как все вот эти вот святые люди, они уже поют песню Моисея, да, и Агнца, море, вот это вот первое море, о котором мы читаем. В пятнадцатой главе, которая огнем, да, наполненная, здесь мы видим море, которое делается, как кровь, да, то есть происходят ужасные события. Вот это, как бы я могу сказать точно. То, что люди будут умирать, люди будут страдать. Почему они будут страдать? Они будут страдать, потому что не уверовали Богу, не поверили, не приняли вот этого. Не раскаялись в делах своих, страдают из-за своих собственных дел. Давайте мы прочитаем еще раз, будем идти дальше и смотреть, то есть насколько это возможно истолковать образно, либо насколько это возможно истолковать буквально. То есть если море превращается полностью все в кровь и все умирает, это как бы один вариант. Второй вариант, возможно, за морем опять же скрывается мир, кровь, пролитие войны какие-то или еще что-либо такое. То, что умирает там все одушевленное в этом море, возможно, символизирует, что, смотрите, греческий текст, как говорит, не просто все одушевленное, а всякая душа жизни умирает в этом море. То есть не остается, опять же, верующих людей. То есть не остается вот этой жизнью в этом море. Возможно, может быть и нет, я не знаю. Второй ангел. Третий ангел выливает чашу свою в реки и источники, вот и сделалась кровь. Из этих рек, из этих источников вот люди пьют. То есть мы читаем об этом шестой стих. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. Возможно, речь идет об обычных реках, да? То есть раз и все реки, и все источники вот начинают источать кровь. Возможно, за этим скрывается все-таки, опять же, какой-то образ, да? Какая-то определенная символика. То есть люди, они получат то же, что они делали по отношению к святым. Смотрите, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. Просто если они будут физически, там, все люди как вампиры пить кровь, ну, это как бы один вариант. Мне кажется, здесь больше все-таки идет вот такой поэтический язык, символика. Бог так рассудил, что люди, которые проливают кровь святых, сами потом начинают мучиться. То есть это одно из наказаний. Бог приводит справедливость на землю. Седьмой стих говорит нам об этом. «И услышал я другого жертвенника, говорящего, ей, Господи, Божий Вседержитель, истинные и праведные суды Твои». То есть Бог осуждает людей, он приводит вот эту вот Божью справедливость. Наконец-то наступает суд. Бог воздает людям за дела их. То есть за то, что они убивали святых, убивали пророков. То есть предыдущие главы говорят нам о том, что будет идти война со святыми, в которой святые погибнут. Потерпят поражение. Зверь победит, убьет их. То есть здесь люди потом от этого же сами страдают. То есть Бог приводит вот это страдание в том числе к людям, к самим. «Четвертый ангел выливает чашу свою на солнце, дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили ими Бога». Возможно, это какое-то астрономическое явление, что солнце начинает особую активность такую испытывать, и наступает зной, засуха и так далее. Но в Библии вот этот вот образ того, что негде спрятаться, что есть пустыня, в которой солнце полито, и испытания, то есть это символ испытаний. То есть я как бы думаю, что вот сильный зной, нету тени, ничто тебя не осеняет. То есть помните, когда Бог ведет человека по пустыне в землю в обитаванную, он его осеняет, он его там защищает, согревает его ночью, осеняет его, покрывает его тенью днем и так далее. То есть здесь, во всех этих испытаниях, Бога-то нету у людей, они же не могут на него никак надеяться. И их жгет сильный зной, то есть действительно они от всех этих испытаний страдают. И при этом смотрите еще, что они хулили имя Бога, имеющего власть над семьей, азвами не вразумились, чтобы воздать ему славу. То есть вероятность того, возможность у людей есть вразумиться и воздать славу. Однако они этого не делают. Я скажу так, то есть мое личное изучение 16 главы книги Откровений, оно меня больше самого подталкивает к мысли, что люди, что за этими образами стоит то, что люди, которые отказываются от истины, они сами себя обрекают на страдания. И вот Бог, Он дает вот это вот, за всеми этими образами скрывается то, что люди от своих же собственных ошибок, от своих же собственных страданий, от своего же собственного отказа от истины и от жизни по Божьему Слову, они будут страдать. И у них надежды не будет никакой, потому что святых людей больше нет. И Бог им больше никак не помогает. Но возможно, то есть я никогда не исключаю буквальную точку зрения, потому что мы знаем, что почти весь христианский мир придерживается библейского буквализма, поэтому, когда у тебя нету стопроцентной какой-то альтернативы предложить, да, то я считаю, что буквальную точку зрения принять это, в принципе, не такая уж и плохая идея. Да, говорите, Елена? Значит, времена язычников будут идти вплоть до Армагеддора. Последний язычник, в этом церкви, вплоть до Армагеддора. То есть мы говорим о том, что была возможность спасаться имени Маслуса Христа вплоть до Армагеддора. Поэтому здесь может быть еще и есть верующие. Мы же видели это видение, например, в 15 главе. Они спасались, но их тут же убивали. Господь выбирает пшеницу, плевел и оставляет. Но это будет возможность им дана будет. Даже если они каются, не каются, но вот это все семь язвами испытывают, вот этих страданий. Идет суд. Идет суд на земле. Да, здесь уже начинается суд. То есть вот 16 глава, это уже суд. Это эпогей понятия того, что такое гнев Божий. Христос нам говорит, 1 Фисалонкизм, что Он именно от этого гнева нас спасает. Именно от этого гнева. Именно от этого, я согласен. Да. А вот насчет того, что остались здесь верующие или не остались, вот здесь вот у меня сомнения. Почему? Потому что в 14 главе весь урожай с земли собран. Виноград собран, пшеница собрана. А вот дальше начинается поление уже соломы. Эти люди по Божьему плану не раскаются. То есть это уже... Времена язычников... Вот смотрите, когда мы читаем в Луке Телефанской главы, нам говорится о том, пока не кончится время язычников, и тогда и только столь. То есть мы понимаем, это он к Телефан обращается, мы понимаем, что время язычников кончается тогда, когда уже Армагеддон, а Армагеддон это уже приход. Сам Иисус с небес кускается, и Духа Моста Своих уничтожает. То есть говорить о том, что там верующих нет, и 5-10-е, нет. Вот и время, дверь в церкви закроется только когда, когда придет Иисус. Все. А дальше уже кто-то будет спасаться. То есть спасение еще есть. Ну хорошо, да. Возможно, да, вариант спасения есть, однако люди в 16-й главе ни один им не воспользовался. Не говорится ничего о том, чтобы люди воздали славу, чтобы кто-то покаялся, чтобы кто-то как-то обратился к Богу или еще что-то такое. То есть везде мы видим о том, что не выразумились, чтобы воздать славу, да? Не раскаялись в делах своих и так далее. Хулили Бога Небесного страдания своих, ясно своих. То есть люди, они Бога осуждают-то осуждают, но, смотрите, они осуждают не себя за свое поведение и за свой грех, от которого они страдают. Они осуждают Бога. Очень часто мы эту картину можем видеть в современном обществе, когда разговариваем с кем-нибудь. И вот, а как же так? Ну почему вот Бог, например, не сделал так, чтобы воин не было? Или почему Бог так-то так не сделал так, чтобы люди не умирали от голода или еще что-то такое? Но суть в том, что люди получают войны благодаря своим собственным ошибкам. То есть кто их просит воевать? Ну не воюйте, пожалуйста, Иисус говорил об этом. Люди же сами не хотят этого слушать. Или говорит Бог, ну заботитесь друг о друге, как и себе, и будет все нормально. Однако люди не хотят этого делать, поэтому у нас голодные есть. Или Библия говорит о том, что не работают, то ты не ешь, однако люди хотят не работать и получать как можно больше. Из-за этого у нас есть социальное неравноправие. То есть люди страдают от своих собственных ошибок. Бог дает наказание людям. Однако эти люди, в 16 главе которой, они не раскаиваются в делах своих. Я вот еще хочу сказать, 15 стих, «Все идут как кать, блажен бодрствующий, хранящий одежду своей». Да, мне вот этот стих тоже выбивает, я согласен, да. Потому что здесь, смотрите, говорится у блаженных. Кроме того, мы знаем, что весь остаток Израиля спасется. Вы не забывайте, что у нас еще вот в данном контексте идет время, когда Израиль в пустыне. Возможно, они уже поют песню Богу, вот стоя на этом море. Понимаете, это уже небесное событие, 15 глава. Возможно, Израиль уже там. Вот смотрите, смотрите, когда приходит Иисус. Алло. Я не слышу. Да-да, говорите, Елена. Пропадает. Когда приходит второе, второе пришествие Иисуса Христа, вот это вот он садится, 24-25 глава Матфея, он начинает одни полны, другие козлы. Идет суд. Относительно над народами, относительно того, как они относились к израильскому народу, вот именно по именам этой великой истории. Нет-нет-нет, давайте мы не будем так толковать эту, потому что там один суд, здесь другой. Израиль с пустыней, он спасается, там спасли с буквально бегства. Они живые еще. Ну давайте мы продолжим по 16 главе, потому что здесь пока нету никакого бегства еще. Пока продолжим смотреть, что дальше у нас идет. Подождите, как нету? Ну мы же с вами читали, в 12 главе мы читали, что дракон преследует жену, она убегает в пустыню. И параллели это находим на земле буквальное отражение. Да, но не забывайте, что в 14 главе собрали урожай. А жена убежала в пустыню на 1260 дней, а он обращается к семени ее, которые хранятся в обоведе и имеют свидетельство. То есть вы не забывайте, они еще существуют, они еще живут. Ну это одна из точек зрения. Да, то есть вот подтверждение вашей точки зрения говорит вот этот вот стих, то есть он немножко выбивается, я не могу до конца понять, но смотрите, 15 стих, да, то есть «Все идут как тать, блажен, бодрствуя и храняющие одежды свои». То есть когда идет такое заявление, говорится, наверное, о каких-то людях, которые еще живут, бодрствуют и хранят одежду, да. А возможно это говорится читающим о том, в назидание того, чтобы они не оказались среди тех, которые не покариваются и не раскариваются. Понимаете? То есть я не могу сейчас сказать, что вот однозначно я принимаю вашу точку зрения, потому что мне кажется, что в 14 главе совершенно четко показывается, что все верующие уже все. Они все виноград собран, вытоптан, пшеница собрана. Ну, это как бы моя точка зрения. Давайте дальше пойдем. Нет, они собраны, 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 которые убиты. Это нам говорит о том, что мы убиты. они там, на небесах, они поют песню победителя. Вплоть до смерти песню победителя. Они поют песню победителя, как вы нам приводили вовсе схода. Да, песня победителя. Песня победителя. Агнец победитель. мы побеждаем его кровью адреса. В этом смысле, а не два завета. Два завета на своем месте, конечно. И причем, пока не могут слиться. Первый завет привел нас к кресту, вот новый завет. Старый завет, он нам и не нужен сейчас. Зачем мы как-нибудь старый заветом? Другое дело, что он уже исполнится. Да. А как это обликнется? Как вы, понимаете, вот так вот говорите, это тоже меня наталкивает на мысль, я не вижу, что это было. Когда я говорю о том, что поют и песнь Моисея, и песнь Агда, я говорю о том, что это Израиль, уже присоединившийся к церкви. То есть, мне вот вот эту вот мысль я хотел бы донести. Правильно, на небесах, да, но это еще не свершилось на земле. Ну, это, да, это одна из точек зрения, еще раз говорю. Хорошо, давайте дальше. Хулили, значит, Бога Небесного от страданий своих, я своих, и не раскаялись в делах своих. То есть, люди осуждают Бога в своих страданиях, но никак не свои дела они осуждают. То есть, дела свои, для них это очень все, все хорошо. Шестой ангел вливает чашу свою в великую реку Ефрат, высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Что за царь от восхода солнечного? Елена, есть у вас мысли по этому поводу? Это нужно читать языки 38-39 глава. Очень хорошо посетить много в ней. Это земля, которая сейчас современно называется Турция, которая Бог из земли могул, там, Раша, там, земли вот эти вот все, плюс Ефиопляне, там, забыла еще какие-то, там где-то около 10-ти или 11-ти эти названия, территории географически, которые, вот эти цари идут на Иерусалим. И по руслу высохшим Ефрата, они идут по этому руслу на Иерусалим. Вот это вот в Армагедоре. Мы это читаем буквально на 16-й главе. И причем их тут сокрушает солнечный путь. Духи бесовские, они возбудили народ, возбудили царей, возбудили воинство их, и они все идут туда. Давайте прочитаем. Высыхает река Ефрат, чтобы был готов путь царя от восхода солнечного. Теперь смотрите, цари, 14 стих, сначала выходит из уст дракона, который сатана, из уст зверя, который государство под управлением сатаны царства. И уже пророка здесь говорится, который вполне возможно, мы говорили, что это еще один зверь с двумя рогами. То есть три духа нечистые выходят, подобные жабам. Бесовские духи. Понимаем прекрасно, сейчас речь идет о духах, совершенно ничего общего нету с физическими явлениями. Однако они творят знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и день бога-вседержителя. То есть речь идет скорее всего вот об этих царях и в 12 стихе. Навряд ли будут одни какие-то цари биться с другими царями? Это все цари объединятся на брань против кого? Против бога. Правильно, Елена? Согласны? что это не о других царях говорится? Ну что, его не так он микрофон. Конечно, они идут на магитуду. Да, то есть вот все цари идут, да. Мы понимаем, что сюда и еще идет Иисус Испорт. Да. Вот это мы понимаем, с воинством свое. Это будет великое братье. Да, то есть финал, финал, апогея, так сказать, борьбы людей, человеческих царей, самого вот этого дракона, да, то есть оно происходит как раз вот в этот момент. И смотрите, да, это будет описываться в 19-й главе. Да, ну это, да. Плюс 19-я глава и плюс 14-ю, которые уже прошли. Так, с 14-го стиха до 20-я момент жатвы. Все сидящие на облаке, золотом пенце, вот эти ангелы, которые выпадают куда им судим, и вот там они пожинают и кровь, галуз, корс, и корс. это уже вот... Вот этот момент жатвы, вот это как раз тот момент, когда они идут в Армагеддон для битвы. Вот эта долина будет действительно наполна кровью. Ну это под сомнением опять же, Елена. То есть здесь они идут на борьбу, на войну против самого Иисуса Христа. Об этом говорит 15 сетей. С одной стороны идет Иисус Христос, я иду как тать блажен, бодрствующий и так далее. И второе, кто идет на это место, это идут все цари. Весь мир пойдет, весь мир. За этими десятью царями, помните, у зверя десять рогов, да? То есть за ними, за этой цифрой десять скрываются те десять царей, которые в прообразе идут в Езекииле, да? 38, да? Какая глава? Там будет больно, невообразненно. Народу будет очень много, вы себе представить не можете. А потом Езекииле, когда читаешь 38, в принципе, это глава, там говорит о том, что меч друг против друга будет, брат на брат. Там они будут сами себя друг друга убивать. Ну да, здесь люди, когда страдают, они страдают в принципе друг от друга, не от кого-то. Но в этом происходит и их собственная война с Богом. Потому что они не живут как Бог им говорит. Они сами же друг от друга страдают от своих же собственных дел и так далее. Я вот совершенно... Ну, опять же, извините, Елена, из-за того, что это... Я не верю в это как в физическую войну. То есть это не физическая... Это не то, что взяли, собрались, танки, пень.